Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости моего канала! Сегодня я готовлю постный майонез домашний. Хочу с вами поделиться этим рецептом. В постный майонез не идет ни молоко, ни яйца. Для приготовления этого майонеза нам понадобится холодная вода, кипяченая, крахмал, 2 столовые ложки, без горки я набрала, чайная ложечка горчицы, уже готовой, можно взять горчичный порошок, соль, сахар, лимонный сок, если нет лимона, значит, можете заменить уксусом, и подсолнечное масло. Подсолнечное масло желательно брать рафинированное, без запаха. Но в первую очередь, что мы делаем? Разводим крахмал небольшим количеством кипяченой воды. Я напоминаю, вода должна быть остывшая. Развести крахмал. И затем влить его в оставшуюся воду и довести до кипения, но не кипятить. Крахмал хорошо растал, без комочков. Теперь его нужно влить в оставшуюся воду и довести до кипения. Оставшуюся воду я поставила на огонь. И теперь на небольшом огне я ввожу разведенный крахмал и размешиваю. Довожу эту смесь до кипения. Напоминаю еще раз, не кипятить. Вот крахмал заварился, но он не закипел. Получилась вот такая вот красивая масса. Теперь его нужно остудить до комнатной температуры. Сейчас, пока у меня масса остывает, я приготовлю все, что мне еще понадобится. Здесь у меня 2 чайные ложки сахара. Я добавляю сюда 1 четвертую чайные ложки соли. Отмеряю 100 мл подсолнечного масла. Еще раз повторюсь, подсолнечное масло должно быть без запаха. Рафинированное. 100 мл. Горчица у меня готова. И я беру не уксус, а лимонный сок. Значит, чтобы легче было отжать сок с лимона, его нужно или подавить об стол, или побить качалкой. Тогда лимон будет помягче, и сок с него легко выдавится. Можно заменить яблочным уксусом. И обязательно через сито, чтобы не попали косточки в майонез, выцеживаем 2 столовые ложечки. На любителях, кто любит более кисленький, можно взять немножко больше. Для приготовления майонеза еще понадобится вот такой вот блендер, чтобы его быстро и легко можно было взбить. По желанию, можно добавить черный перец, или, если вам нужен чесночный майонез, значит, зубочек чеснока. Так, ну вот, крахмал заваренный, остыл до комнатной температуры. Я всыпаю сюда все, что я приготовила. Здесь соль, сахар и черный перчик. Добавляю чайную ложку горчицы. Если любите вкус покрепче, значит, можно горчицу добавить вот так с горочкой. Сюда же добавляю лимонный сок. И здесь у меня 100 мл рафинированного подсолнечного масла. Все это теперь нужно взбить блендером. Очень вкусный получился из этих продуктов. Единственное, что можете сюда добавить, допустим, если вы любите зелень, можно сюда добавить укроп. Как я уже говорила, можно добавить сюда чеснок. Вот, ну, постоит он в холодильнике, он обязательно немножко станет гуще. Если вы любите майонез погуще, значит, добавьте немножко меньше воды. Возьмите не 150 мл, а, допустим, 125 мл. Но советую всем готовить майонез дома, потому что мы прекрасно знаем, что в купленных майонезах и красители, и ароматизаторы, и стабилизаторы. Вот, и консерванты. Поэтому они хранятся 3-4 месяца в холодильнике. Этот майонез столько храниться не будет. Но вы будете знать, будете уверены, что он приготовлен из натуральных продуктов. И можно его кушать и ребенку. И себе никакого вреда вы не принесете. Так что готовьте. Приятного вам аппетита. Пишите комментарии. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем до свидания.